Водитель этого автомобиля сигнализирует о том, что он везет опасный груз. Делать это обязательно. Кроме того, необходимо обозначить автомобиль специальным знаком опасности. Водители проходят специальную подготовку, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации, они должны уметь принимать экстренные меры. Веществ, которые перевозят, их довольно-таки много. Это может быть и газ, это может быть бензин, солярка. То есть это взрывчатые вещества, это легко воспламеняющиеся вещества. Либо это просто, допустим, ядовитые вещества. Известно, у нас производство без химии сейчас не проводится. А от производства до места утилизации, либо от места производства этих веществ, соответственно, тоже лежит путь через дорогу. Перевозка опасных грузов требует детальной подготовки. Это сборы, оформление документов, лицензии и разрешений. Следующий этап – подбор машины. Использоваться могут автоцистерны, фургоны и другие виды спецтехники. В зависимости от типа груза и дальности поездки. Этот водитель учел все правила перевозки, поэтому встречи с инспекторами не боится. Дизельное топливо в данный момент везу. Есть таблички информационные. Ну и окраска бензовоза, маячки. Ну ближний свет фары – это уже как бы необходимость. Ну все, в общем-то, и документов целая папка. Погнетушители есть, песок есть, кошмар есть, аптечки, химзащита. Ну в общем, все, все, что требуется. За нарушение правил перевозки предусмотрены штрафы. До 2500 рублей для водителей, при этом перевозчик лишается прав на срок от 4 до 6 месяцев. Должностные лица заплатят до 20000 рублей, а юридические – до 500. Этот водитель штрафов не боится. Его больше волнует собственная безопасность. Естественно, это в первую очередь за свою жизнь, за окружающую среду и жизнь других людей. Я считаю, это опасный груз все-таки. Все правила должны соблюдаться по правилам перевозки. А если кто не соблюдает, лучше вообще не работать здесь. Специальный список опасных веществ ООН насчитывает более 3000 наименований. Он разбит на 13 классов. 33-12-03. Этот код организации Объединенных Наций обозначает, что водитель привозит бензин. Это вещество относится к третьему классу опасности. При возникновении аварии оно может нанести вред здоровью или даже жизни людей. Особое внимание уделяется соблюдению режима труда и отдыха водителей, а также техническому состоянию специального транспорта. Основные нарушения, которые в основном встречаются у водителей, это часто несоответствие в документах, по свидетельствам, по допуску. То есть путевая документация хромает тоже иногда. Такие рейды проводятся в Твери ежемесячно. С каждым разом количество нарушителей становится меньше. Водители боятся страшных последствий. Инспекторы прилагают все усилия, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...